Сюда проходите? Для чего? Нам нужно машинку подремонтировать немножко. И Никитос Звездецкий угадал. Я сегодня автоблогер. А кто такие вопросы решает? У кого, с ним. А с ними можно связаться по этому поводу? Не-не-не, так это... Не знаю, почему вы мне позвонили. За две минуты мне заплатили 15 тысяч, сука, грёбанных рублей. Я понимаю, не надо снимать ничего тут, уважаемые. Здорово. Меня зовут Джека, это Негодяй ТВ. Я хочу, я хочу, чтобы у меня к концу года, 18-го этого, было лям подписчиков. Сейчас у меня 32 кэса, 837 подписчиков. На прошлом видосе было 21 тысяча. В апреле было 55, сука, человек. На одном видосе даже есть 100 с хером тысяч просмотров, сука, просмотров уже до хера мы набираем. И я сегодня автоблогер. У меня есть классная тачка Toyota Corolla 2007 года. И с ней что-то не так. Что-то гремит, как будто консервная банка прицепилась там сзади. Бесячий просто звук. Это я недавно ехал по лесу и там на шишку какую-то наехал. Приходится музыку постоянно громко делать, чтобы этого дебильного звука не слышать. Короче, машинку надо подмандить. Ну и вот, я хочу эту историю всю починить и сделать это бесплатно. Почему? Да потому что я гребаный блогер. Этих блогеры зарабатывают бабосики на рекламе. Я могу позволить тебе приехать куда-нибудь и по бартеру вот такое замутить. Ну, а может быть и не могу позволить, время покажет. Я в том выпуске еще сказал, что за свои услуги рекламы я беру пятнаху. И мне пишут комментарии. О, да ты высотый лох. Да как такое может быть? Да 100 рублей твоя реклама должна стоить. Да ты охренел, у тебя начинающий канал. Так, пятнашка, да пошел ты в жопу. Реклама. Сейчас будет моя первая реклама. Один чувак накидал мне в суперчате, когда я делал прямую трансляцию, пятерочку. А потом написал мне туда-сюда, братуха, сколько по бабкам рекламы стоит. Я ему говорю, пятнашка, ёпси. А потом я врубаю что-то в тот чел. Я ему говорю, давай скидывай черебос, пятерочку ты у меня уже кидал. В итоге пятнашечка. Я ему говорю, слушай, бро. Я говорю, ну, прежде чем ты мне скинешь лавешку, знай, что я не буду, как вот это, как обычно делать рекламу. Как обычно делать рекламу эти гребаные блогеры. Сука, как они это делают. Подожди, надо еще вспомнить. Привет. Кстати, не забудь зайти на канал Денсклаб. Крутые видосы. Пошло все в жопу. Я ему написал о том, что я про тебя буду говорить, ну, как есть, брат. Я посмотрю твои видосы по зире, что там ты делаешь, туда-сюда. Он говорит, базара ноль. Короче, ребята, организовали клуб для тех чуваков, у которых есть Мерседес. И вот, например, ты чувак, у которого есть Мерседес, и ты к ним добавляешься в эту организацию, в их клуб. Есть люди, которые помогут тебе, там, где ремонтировать, где купить, там, новую тачку, либо тоси-боси, там. Я так понял, ребята, я почитал, вот, ваш сайт, и я так понял. Но, сука, у них еще есть свой YouTube-канал. Конечно, у вас там есть обзоры классных тачек. Ну, хотя бы возьмите плейлист отдельный, сделайте, что вот это плейлист, обзор классных АМГ Мерседес. Там есть чувак, где он путешествует, там, что-то хавает, какие-то вкусные штуки, там, у него офигенная дорогая тачка Мерседес. Пускай это будет какой-нибудь отдельный плейлист, еще бы все в одну грядку-то эту посадили. Ребята, я вижу, у вас есть бабки, у вас красивая картинка. Делайте нормальный монтаж, музончик туда вкидывайте. Что, блядь, видосы по 20 минут, по 25? Динамика должна быть в видосах, поэтому сделайте короче свои видео. В общем, Benz Club, мне самому интересно, подпишутся ли на тебя после того, как я вот про тебя что-то тут рассказал. Сделайте качественный видос, и народ к вам по-любому подтянется. У вас классный контент, вы снимаете охеренные дорогие крутые тачки, мэрины. Я люблю Мерседесы. Чего тут греха таить? Тебя я тоже люблю. Всяк херь в описании про них. Фух, как тяжело делать эти рекламы. Ладно, а нам нужно чинить машину, короче говоря. Поехали искать заведение, где мы будем это делать. 100 драйв, нам сюда. Короче, не знаю, слышно вам или нет, но это бесячая херня. Здрасте. Здрасте. Сюда проходите? Для чего? Нам нужно машинку подремонтировать немножко. Чего у вас не случилось? Да что-то гремит, подвеска. Да, мы видеоблогеры, поэтому снимаем всю эту историю на камеру. Потому что хотим как-то посотрудничать с вами, сделать вам рекламу чудесную. И вот эту вот поломку нашего как-то бесплатно нас отремонтировать. Нет, я думаю, неинтересно. А кто такие вопросы решает? У кого? А с ними можно связаться по этому поводу? Пойдемте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, фамилия моя Ширяев. Я видеоблогер. Я хотел бы вот посотрудничать с вашим автосервисом, сделать для вас хорошую рекламу. Что у нас есть вроде такие ребята? Есть видеоблогера? Да, у нас так хватает всего. То есть вам это неинтересно? Просто я уже здесь, около вашего автосервиса, который на проспекте большевиков. Да и нам пока это неинтересно. Неинтересно, да? Мы занимаемся нами, ну конечно. Все, хорошо тогда. Спасибо, до свидания. Неинтересно. Ребятам это неинтересно. А нам интересно. И вам интересно. Пойдемте дальше. Сколько я? Две минуты я про Бенсклав? За две минуты мне заплатили 15 тысяч, сука, гребанных рублей. Сейчас мой ремонт, который мне должны замутить, 2-3 тысячи. Максимум пятерка. Посмотрим, кто впишется в это, а кто нет. Реклама, реклама. Это реклама. Очень удобно, проспект большевиков. Как грибочечки эти автосервисы, так вот друг за другом. Поэтому буквально 3 минутки проехал, и вот уже СТО. Здравствуйте. Здравствуйте. А по ремонту автомобилей к кому мы можем обратиться? К вам. Здравствуйте, меня Евгений зовут. Я видеоблогер, поэтому все это снимается на фоторужье. Я не готов снимать. К фотосъемке, а кто готов? Кто не готов. Мы хотим просто сделать бешеную рекламу для вашего автосервиса. Просто сегодня у нас акция такая. Мы просто приехали, смотрим на вас и думаем, сейчас. А где управляющий? Не знаю, в данный момент я вам не отвечу. Позвонить ему или не позвонить? Ну просто с выгодным предложением. Я понимаю, не надо снимать ничего тут. Ну давайте не снимать молодого человека, снимать только меня. Да, выгодное предложение. Хотим рекламу сделать вам. Хорошо, я рад. Значит, позвоните, согласуйте с управляющим. Все вопросы. Тебе телефончик тогда дали. Вон телефончик, да. Вот мы. В каком номере тут их целый килограмм-то звоните, да? По-любому? По-любому. По-любому, да. Спасибо. Спасибо. А как управляющего зовут? Олег Игоревич. Олег Игоревич. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Уже прощаетесь с нами. Алло. Алло. Здесь еще есть два номера. Поэтому мы позвоним на следующий номер. Ну, я настырный. Поэтому давайте я позвоню по... По последнему номеру. Тут есть еще один номер. Всего три номера на этой визитке 2015 года. Может быть, поэтому я не могу ни до кого дозвониться. Итак, продолжаем. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я видеоблогер. Я вот подъехал к вашему автосервису на проспекте большевиков. И у меня безумное желание сделать обзор вашего автосервиса, прорекламировать его. Вы только что были же. Я просто сидел тут. А, ничего себе. Ничего себе. Не-не-не. Так это... Не знаю, почему вы мне позвонили. Тут три номера на визитке. Вот та визитка, которая... Нет, это... Нет, там управляющего нету номера. А, понятно. И продавец. Подавец там на обеде. Да на обеде придет после обеда. Хорошо, ладно. Спасибо. Спасибо. Ну, видимо, тот дядька, который дал мне визитки 2015 года, просто прикольнулся надо мной. Типа, пошел ты знаешь. Поэтому он и попрощался. Поэтому он и попрощался, да, с нами. Мы не в обиде за это. Значит, так и нужно. Значит, в другом месте нас, как говорится, отремонтируют гораздо лучше, чем здесь. Я говорю, далеко ходить не надо. Вот один автосервис, а вот уже другой. Там-там-там-там-тарам-тарам-там-там-там. И вот мы долго ехали и приехали к другому автосервису. В прошлом автосервисе несерьезно относятся к видеоблогерам. Может быть, это и правильно. Вы охерели видеоблогеры? Бесплатно их корми, бесплатно их подстригай, одевай. Сука, вы охренели? Еще и бабосики вам 15 тысяч бензоклаб отмусолил за рекламку. Наглость. Кто-то за пятнашку кайлом машет целый месяц. Видеоблогеры, блин. Вот такую работенку я себе выбрал. Почему нет? Стоп. Для меня это квест, для вас это целый сериал. Я решил разделить наше путешествие на две серии. Следующая серия будет на следующей неделе. Это квест, поэтому у меня уже другая машина. Я уже даже успел постричься. Я пошел опять к Кайвару, к чуваку, который меня подстригал вот в том выпуске, где мы подстригались на халяву. И, кстати, после того моего залета к Кайвару пришли пять человек и подстриглись у него, сказав от негодяй ТВ, рекламочка работает. Работает рекламка, это круто. Я доволен, что эта движуха, она работает для вас. Подписывайтесь на этот гребаный канал. У нас уже до хера тысяч народу. Подпишись, бро, если ты еще этого не сделал. Эти комменты, эти всякую то хрень, если охота, пишите, если охота, потому что я все это читаю с превеликим удовольствием. Почему я сейчас на этой тачке, вы все об этом увидите на следующей неделе. Хау. Я тут недавно делал прямую трансляцию и спрашивал у людей, как вы думаете, кто я сегодня? И Никитос Звездецкий угадал. Он говорит, ты, Жека, будешь автоблогером. Я говорю, Никитос, а что ты хочешь за то, что ты угадал? Он говорит, слушай, Жека, передай моей жене Томке, что я ее люблю. Тома, Никитос тебя очень любит. Субтитры сделал DimaTorzok